МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Доброе утро! С вами Полина Бахова и Илья Рыков. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Сегодня в программе вы увидите... Сбор урожая в округе стартовала уборочная кампания зерновых культур. Газификация Подмосковья в Одинцовском округе реализуется губернаторская программа. К новому учебному году. О готовности образовательных учреждений Одинцовского округа расскажет наш корреспондент. Вдохновиться русскими пейзажами в Одинцовском историко-краеведческом музее открылась выставка художника Анатолия Попова. 24 августа 1853 года Джордж Крам, шеф-повар ресторана, впервые приготовил картофельные чипсы. Один посетитель отказался от поданного ему ужареного картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто. Тогда Крам не растерялся и порезал овощ ломтиками бумажной толщины, присыпал их солью и обжарил до хруста в кипящем масле. К удивлению повара, клиент пришел в восторг от нового блюда. Вскоре оно завоевало популярность. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем в следующей рубрике. 265 лет назад основали Первый Московский медицинский институт имени Сеченова. Занятия на медицинском факультете начались 24 августа 1758 года. Здесь читали курсы первые русские профессора Семен Забелин и Петр Вениаминов. Устав университета предусматривал наличие шести самостоятельных кафедр и трех институтов – клинического, повивального и хирургического. В 1955 году ему присвоили имя выдающегося русского физиолога Ивана Михайловича Сеченова. Сегодня университет является старейшим медицинским вузом России, а также крупнейшим учебно-научным комплексом. В нем готовят к аттестации и повышению квалификации медицинские и фармацевтические кадры. 24 августа 1869 года запатентовали первую вафельницу. Изначально пластины прибора покрывали изысканными рисунками, которые оставляли красивые отпечатки на вафлях. С течением времени люди стали добавлять вкусные начинки, и вафельница приобрела форму сетки. Это позволило заполнять ячейки сиропом и фруктами. Но такая посуда была тяжелой и громоздкой, поэтому пользователи частенько обжигались. Тогда американец Корнелиус Свартваут запатентовал первую вафельницу, которая легко помещалась на дровяной печи и имела удобную ручку для открывания. Это в разы снизило возможность получить ожоги. 24 августа отмечается Международный день странной музыки. Праздник придумал американский музыкант Патрик Грант в 1998 году. Произведения этого композитора представляют собой сочетание различных жанров и стилей от популярной и классической до этнической музыки. Дату музыкант выбрал в честь дня рождения отца своей девушки, который был наставником исполнителя и поддерживал его творческие начинания. Главная цель праздника – познакомить слушателей с незнакомыми музыкальными произведениями, которые нельзя услышать на радио или по телевидению. Также сегодня отмечают День падающей звезды и День жажды. 24 августа в 1948 году в Лионе родился французский музыкант Жан-Мишель Жар. Всемирную популярность он приобрел благодаря своему альбому, который стал классикой электронной музыки. Начиная с 1979 года музыкант провел десятки музыкально-световых представлений в разных точках планеты. Композитор четыре раза попал в Книгу рекордов Гиннесса за самые массовые концерты в истории. Помимо музыкального творчества, он также является президентом Международной конфедерации обществ авторов и композиторов. Также в этот день родился бразильский прозаик и поэт Паоло Каэльо и актер и продюсер Руперт Гринт. В округе стартовала уборочная кампания зерновых культур. Глава муниципалитета Андрей Иванов проинспектировал работу на сельскохозяйственном предприятии. Сейчас там убирают ячмень, собрали уже 616 тонн. Подробности у Екатерины Крамор. На предприятии Нарасановский идет уборка зерновых. В процессе задействовано 5 комбайнов и 15 рабочих. После сбора урожая здесь начнут готовиться к зиме, сортировать зерно и распределять его на дальнейшее хранение. Мы уже где-то убрали 1500 гектар, намолотили около 4000 тонн зерна. Вот сегодня продолжаем уборку, ячмень убираем. Комблексный подход к уборке зерновых – отличительная особенность предприятия. Здесь готовят сено, которое потом используют в качестве удобрения. А еще племхоз производит молоко и выращивает кормовые культуры для крупного рогатого скота. Глава округа Андрей Иванов приехал на место и знакомился с производством. Корм все для себя делаете? Полностью обеспечиваете? Полностью обеспечиваете. Мы корму готовим где-то 70 тысяч тонн. На 6000 голов скота? Да, на 6000 скота мы готовим 70 тысяч тонн. Сейчас в Нарасановском заготавливают сено для коров. Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова». Уровень газификации в Подмосковье – один из самых высоких в стране. До 2030 года в Московской области газ подключат к 515 населенным пунктам. О правилах и условиях подключения расскажет наш корреспондент. На сегодняшний день уровень газификации в Подмосковье – один из самых высоких в стране. За 10 лет порядка 200 тысяч жителей стали абонентами «Мособлгаза». Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. До 2030 года в Московской области голубое топливо должны получить еще 515 населенных пунктов. Программа по соцгазификации стартовала в Одинцовском округе в июне 2021 года. Еще одна – развитие газификации Московской области до 2030 года предусматривает подключение ранее негазифицированных сел и деревень. В реализацию программы социальной газификации у нас приняло 169 населенных пунктов. За этот период было проложено 195 километров газовых сетей, заключено договоров более 5000 и произведен пуск в дома 1310. Для включения в программу новой газификации необходимо предоставить список граждан, зарегистрированных по месту жительства в этом поселении. Их должно быть от 30 человек. А предельный лимит капитальных затрат на газификацию должен быть не более 450 тысяч рублей в расчете на одного человека. Также в регионе предусмотрены льготы, которые помогают до газификации отдельным категориям граждан. Это дополнительная мера поддержки, которая включает в себя бесплатные работы внутри участка, газовое оборудование стоимость до 80 тысяч рублей. Дополнительно в округе работают многофункциональные центры соцгазификации. Жителям в офисе оказывают необходимую помощь и помогают в подключении голубого топлива. Для этого я подал заявку и сейчас на газификацию. Сейчас я пришел посмотреть в каком она статусе, проверить и узнать сроки. Те, кто уже получил в дом голубое топливо, отмечают явные преимущества. Как только президент наш объявил о вступлении в силу этой программы, мы сразу обратились в Мособлгаз. И буквально через неделю нам сказали, что наша заявка одобрена. И через меньше месяца пришли люди и помогли нам обрести это счастье в дом. Бывают моменты, когда они уезжают отдыхать куда-то, то приходится бабушке здесь находиться, как говорится, на хозяйстве. И бывают моменты, когда заканчивается баллонный газ, и мне приходится переключать, и я на телефоне, Валера, куда-что нажимать. Но теперь все это закончилось. Теперь у нас будет постоянное тепло в доме, постоянный газ. Программу до газификации в Подмосковье продлили еще на три года. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». «Мамино время» – уникальный проект, созданный для мам детей с инвалидностью и ребят с ограниченными возможностями здоровья. Теперь в нем участвуют и папы. Для них проводят физические нагрузки, интересные мастер-классы и развлекательные мероприятия. В 30 подмосковных клубах состоит уже более 1700 участников. Все занятия проводятся бесплатно. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возможностях тестирования можно получить на сайте и по телефонам колл-центра 8-495-681-3810 и 8-495-681-3717. Жители Подмосковья могут воспользоваться телемедицинской консультацией по различным вопросам, не посещая поликлинику. Услуга оказывается только после первичного очного посещения врача. Записаться на нее можно через портал здравоохранения по телефону 112 или на приеме у лечащего врача. Через интернет пациенты могут проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации, продлить выписку электронного рецепта на льготное лекарство. Также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети. С начала года их было проведено более 1 миллиона. В Подмосковье 5 сентября стартует новая образовательная программа «Самозанятость. Новые возможности» для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, применяющих спецрежим «Налог на профессиональный доход». Программа проекта интенсив для создания, развития и масштабирования бизнеса. Участников курса ждут нетворкинг, очные встречи и онлайн-вебинары. Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация продлится до 4 сентября. Система образования региона к новому учебному году готова, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Более полутора тысяч учебных учреждений проходят проверку на предмет безопасности и соблюдение санитарно-гигиенических норм. Насколько готовы образовательные учреждения в Одинцовском округе, смотрите в нашем сюжете. До начала учебного года остались считанные дни. В школах и детских садах заканчивают последние приготовления. В этом году за парты Московской области сядет на 38 тысяч детей больше, чем в прошлом. Педагоги уже начали свою работу. Мы в этом году открываем 30 школ и 25 детских садов. Я регулярно докладываю, что Московская область растет. И в этом году на сегодняшний день мы видим уже плюс 38 тысяч регистраций. Приемка образовательных учреждений почти завершена. Ее проводит специальная вневедомственная комиссия. В нашем округе осмотрели 197 зданий, включая не государственные образовательные учреждения. Все они полностью готовы. В первую очередь обращалось внимание на антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность, профилактика безопасного подхода к школе, пешеходные переходы, тротуары, где необходимость оборудована подхода к школам, светоформы. Впервые свои двери для ребят откроют два новых детских сада в Трехгорке и Новоивановском. Работы по строительству пристройки к 14-й гимназии уже заканчивают. Долгожданная школа в Гусарской балладе на 2200 мест уже набирает учеников. Штат сотрудников там полностью укомплектован. Готовятся кабинеты. В пятых и седьмых параллельных классах будут организованы классы с определенным обучением отдельных предметов. В восьмых и девятых классах будут организованы классы дополнительного образования. И во всяких и одиннадцатых классах уже проходят обучение по направлению медицины, инженерии, физико-математические классы, филологические классы. Школа в Кубинке полностью преобразится после капитального ремонта. На финишном этапе работы и в Старогородковской школе-интернате. Такого масштабного ремонта здесь не было с момента постройки. Теперь ее воспитанники будут учиться в современных новых классах. Кабинеты, которые уже здесь специально оборудованы детей, во-первых, с расстройством аутистического спектра. Это, разумеется, обновление мастерских. Мы даем детям профессиональное образование. Поэтому у нас это и швейное дело, это и поварское дело, строительное, столярное. И в этом году, благодаря ремонту, открываются еще два направления. Это керамика и картонажное дело. В этом году в Одинцовском округе за парты сядут более шести тысяч первоклассников. Полина Бахова, телекомпания Одинцова. Городской транспорт, велосипеды, а также самокаты и такси теперь доступны по единому абонементу «Мультитранспорт». Его можно приобрести в приложении «Метро Москвы». Базовый абонемент включает безлимитные поездки в течение 30 дней на городских автобусах, электробусах, трамваях, поездах метро Московского Центрального кольца, а также московских центральных диаметров в зонах Центральная и Пригород. Что еще интересного произошло в столице, узнаем прямо сейчас. В московском зоопарке на свет появились исчезающие виды животных. Сычуаньский токин – вид парнокопытных, занесенный в Международную красную книгу. И овцы-быки. Они относятся к китопарнокопытным и тоже считаются редким видом. Согласован проект капитального ремонта доходного дома в районе Арбата, в котором в начале 20 века жил русский поэт Сергей Есенин. Работы включают ремонт интерьеров и фасадов исторического здания. В подъездах приведут в порядок потолки и стены лестничных клеток, отремонтируют ограждения и поручни лестниц. Московская программа капитального ремонта – один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. Культурные центры и библиотеки столицы приглашают горожан на единый день открытых дверей. Информационная акция пройдет в последнюю субботу лета, 26 августа. Так, например, сотрудники дома Гоголя подготовили литературное путешествие по Москве. Маршрут начнется в сквере около здания музея. Во время прогулки гид расскажет о жизни и творчестве Николая Гоголя, об истории усадьбы и поделится интересными фактами о владельцах дома. Далее в программе. Вдохновиться русскими пейзажами в Одинцовском историко-краеведческом музее открылась выставка художника Анатолия Попова. Гордо веет флаг российский. Методисты первой Одинцовской библиотеки провели интерактивное мероприятие для детей. Устроить себе настоящую цветотерапию и вдохновиться русскими пейзажами можно уже сегодня в Одинцовском историко-краеведческом музее. Там открылась выставка художника Анатолия Попова, приуроченная ко дню государственного флага России. Сюжет нашего корреспондента. Такими уверенными шагами с букетом цветов маленькая Ева спешит поздравить своего учителя по изобразительному искусству Анатолия Васильевича Попова. Сегодня у художника-документалиста открылась выставка под таким близким и родным названием для каждого русского человека. Моя Россия. Выставка будет посвящена российскому флагу. Но все, что здесь есть, 26 работ, я как бы условно разделил на пять разделов, это все равно Россия. Вот так легким движением руки, мазок за мазком, создается настоящее произведение искусства. Здесь не только пейзажи и архитектурные творения. Это настоящая история России в картинах. Величественный Кронштадт, Исаакиевский собор, крейсер, Петр Великий. Особая гордость художника. Его отношения к своей родине и любовь к искусству неразделимо живут в каждом творении. Я же живу в России. Это мой дом. А я хочу больше рассказать о доме. Страна великолепная. Вот я вам назвал первую тему, а потом же, смотрите, постоим за Русь. Разве это не тема? А разве это тема не о нашем доме? А здесь и враги наши злобные. А вот эта до сих пор картина остается первой и единственной с падающим Наполеоном. Особый художественный стиль, как признается сам автор, он унаследовал от предков и остается верен ему вот уже много лет. Реализм. Унаследованный, по-видимому, как мне говорят, скорее всего, от прапрадеда. Прапрадед был учеником Алексея Кондратьевича Саврасова. А я так и остался, как некоторые говорят, дремучий реалист. Привить любовь к прекрасному, передать многолетний опыт и знания маленьким творцам художник считает очень важной миссией. А кто займется? А вы знаете, особенно маленьких приводят. Оказалось, что кроме меня, вот здесь в округе, некому поставить руку. А это не просто, не просто рука. Это еще сознание. Анатолий Васильевич признается, что на одну картину могут уходить месяцы. Ведь отрисовать каждый завиток морской волны или найти нужный ракурс – это небыстрый процесс. Но, несмотря на это, он всегда очень трепетно ждет встречи с любителями красок и полутонов. Анатолий Васильевич – частый гость в нашем музее, сотрудник тоже нашего музея. Он у нас бывает каждую неделю здесь, проводит мастер-классы для детей по воскресеньям в 16.30. Каждый раз большое количество детей у него, все рады, все всегда рады порисовать у него, поучиться у художника. Опять же, родители приходят, тоже всегда рады послушать, как рисовать. Художник, создатель, историк. Говорить с автором об искусстве можно бесконечно. Иногда он сам просит – остановите меня. Но разве можно остановить то, что так щедро изливается на полотна из огромной и творческой души автора? Вдохновиться работами художника можно в Одинцовском историко-краеведческом музее. Вход свободный, возрастных ограничений нет. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Минздрав России переносит срок перехода на электронные медицинские книжки работников. Выдача и введение ранее выданных на бумажном носителе допускается до следующего года. В будущем она будет формироваться в виде электронного документа. При этом можно принимать бумажные книжки по желанию работодателя. О других событиях нашей страны далее. Сочи и Анапа стали самыми востребованными городами для путешествия по России на автомобиле. Популярный сервис бронирования жилья опубликовал статистику на этот год. Лидером стал Сочи. На этот город приходится 25% бронирования отелей. На втором месте расположилась Анапа. На третьем – Геленджик. Чебурашку выбрали символом Всемирного молодежного фестиваля будущего года. Его презентация прошла в Крыму на фестивале Таврида Арт. Ростовая фигура Чебурашки появилась на сцене во время гала-концерта. Всемирный молодежный фестиваль пройдет в Сириусе в марте следующего года. Российские ученые разработали импортозамещающую технологию лечебного питания для тяжелобольных пациентов. Это концентраты из отдельных ультраобработанных компонентов. Оно помогает восстановиться после операции на желудочно-кишечном тракте. Предварительные испытания уже подтвердили, что смесь соответствует всем медицинским требованиям и хорошо усваивается. 22 августа в России отмечают День государственного флага. Методисты 1-й Одинцовской библиотеки совместно с сотрудниками Росгвардии провели интерактивное мероприятие «Гордо веет флаг российский». Детям рассказали, когда появился флаг, что означают его цвета, а также показали несколько приемов самообороны. Материал Карины Ерешевой. 22 августа в России отмечают День государственного флага. Он имеет более чем трехсотлетнюю историю и является символом доблести и чести российского народа. Праздник нацелен на развитие в детях патриотизма и государственной значимости главных символов страны. В честь него сотрудники Одинцовской библиотеки провели интерактивное мероприятие для детей. Методисты рассказали историю появления флага и значения его цветов, после чего вместе с ребятами сделали тематическую поделку. «Флаг России и герб разноцветный. И сзади вот. Я люблю Россию». В мероприятии приняли участие сотрудники Росгвардии. Они рассказали детям о своей работе и показали несколько приемов самообороны. «Ну если вижу, что крепкий парень, там ручище, все, смотрите, я что делаю. Я руку смещаю сюда». Любовь к родине начинается с семьи. Важно говорить с детьми об истории нашей страны, ее символах и гимне. «В каждом городе есть свои флаги, свои какие-то гербы, все это есть. Так должно быть. Мы должны гордиться тем местом, где мы живем». Ученые провели исследование, которое показало, что изучение нового языка или приобретение новых навыков помогает в профилактике деменции. Всего в эксперименте участвовали почти 300 тысяч британских добровольцев в возрасте от 40 до 69 лет. На протяжении всего исследования им давали тесты на реакцию и память. Анализ показал, что у участников, которые посещали языковые занятия в начале исследования, риск развития заболевания был меньше на 19%. О других событиях в мире расскажем прямо сейчас. В Бразилии обнаружили останки древней рептилии с массивными передними лапами и длинными, похожими на лезвия, когтями. Исследования показали, что она жила 230 миллионов лет назад. У нее был большой острый клюв для поедания насекомых, фруктов и мелких животных. Тело было покрыто густой шерстью, похожей на перья. Ученые считают, что вид представлял собой промежуточное звено между наземными и летающими рептилиями. В провинции Сычуань на юго-западе Китая нашли крупные залежи природного газа. Они считаются сверхглубокими, так как находятся на расстоянии около 4-5 километров от земной поверхности. За последнее десятилетие китайские специалисты успешно разработали сверхглубокое месторождение газа Юаньба на глубине 7 тысяч метров. Турецкие археологи в древнем городе Келендерис обнаружили статую трехголовой богини Гекаты. В древней мифологии она ассоциировалась с магией, колдовством, луной и призраками. Представляет собой три одинаковые фигуры, соединенные вместе и обращенные тремя лицами в разные стороны. Такие скульптуры устанавливали на перекрестках важных дорог. И о погоде. По прогнозам синоптиков сегодня будет облачно с прояснениями. Утром дождь, температура воздуха днем 15-17 градусов тепла, ночью 10-12. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 84%. Геммагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Мы прощаемся с вами и желаем всего самого хорошего. Увидимся в следующих передачах на ОТВ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok